Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, недельная глава ИТРО. Знаете, вот надо разобраться, разобраться в себе и в мире. Дело в том, что мы очень часто реагируем на мир, делаем выводы из своего маленького жизненного опыта, из своих маленьких 120 лет, которых видит весь мир. Не знаем мы ни что было раньше, ни что будет позже. Мы неправильно иногда видим мир, а выводы делаем глобальные. Знаете, был один человек, тяжело работал, чтобы себя прокормить. И вот он пришел домой, уставший, набрал пиццу экспресс, ждет, там задержала. Приходят, наконец, ему нервные все, раздраженные, схватил упаковку, открыл, увидел, звонит, кричит, это не пицца, это не экспресс, вы опоздали, во-первых. Во-вторых, я заказал пиццу с оливками, с помидорами, а тут кусок теста без ничего, сыра даже нет. Хозяин пиццерии пытался вставить пару слов, но крики. В конце концов, все-таки паузу поймал и говорит, уважаемый, пожалуйста, успокойтесь и следуйте моим указаниям. Закройте коробочку, переверните ее, затем снова откройте, и там вы увидите и сыр, и оливки, и помидоры. Приятного аппетита. Вот так из-за постоянной спешки, из-за нервничания, из-за занятости, мы часто смотрим на события нашей жизни под неправильным углом. И это приводит нас к жалобам и возмущениям. Но надо понимать, что все происходит согласно закону и справедливости. Мы не видим просто всего это. Но если мы это поймем, это поможет нам во внутреннем вот нашем спокойствии, оптимизме каком-то и приведет к принятию правильных решений. Без Бога разговаривает с нами обстоятельствами нашей жизни. А то, как мы реагируем на обстоятельства, это то, как мы разговариваем с ним. Подскользнулся там где-то, потерял там что-то ключ, я знаю, остановила полиция. Все это Бог разговаривает с тобой. Это не то. Какие-то неприятности с детьми, это Бог хочет нас воспитать. В семье какие-то проблемы или доходы какие-то. Это все урок. Это все урок, просто мы не всегда понимаем и не всегда сделаем вывод. Это твой мир. Это не Коля, не Вася, не президент, а не премьер-министр. Это твой мир, который тебе поручен. Все идет по его воле, но в сочетании с твоими действиями. Он да, он может нарушать волю. Мы знаем, вот солнце встает. Он сделал мир такой, знаете, мы знаем, что утром встает солнце. На этой базе там основаны все изыскания и любые науки. Но мы знаем случаи, когда Бог сказал, что солнце не встанет. И оно продолжало не вставать. Такое тоже было. Мы огромная ценность этого мира. Вот это то, что мы пытаемся понять из этой недельной главы. Без нас картина мира не полная. Без каждого, без каждого человека, который сидит все на земле. Если ты находишься в мире, у тебя есть миссия и у тебя есть ценность, которую Бог видит, может быть ты нет. Вообще обратите внимание, вторая книга вообще вся шмотная. Начинается с подсчета. Подсчета. Нельзя пренебречь к подсчитанным, скажется. Для чего считают их без конца? Пересчитали людей, вышли. Это ценность. Он показывает нам эта ценность. Есть такая вещь. Яичницу не распространяется. Закон, когда, например, попала какая-то часть не кошерного, одна шестидесятая в кошерное, то ничего страшного растворится. Но если яйцо с кровью попадает, оно делает несъедобной всю яичницу из любого количества яиц. Потому что яйцо покупают не на вес, а на счет. И следовательно, каждый имеет самоценность. Так и мы. Каждый из нас подсчитан и имеет ценность. Поэтому еще раз повторяю. Раз мы подсчитаны, значит мы очень важны. Имя вообще очень важная вещь. Обратите внимание, написано, что евреи сохранили свои имена. А нацисты, например, в 38 году принудили евреев в паспортах добавить в своем имени еще два. Любой мужчина должен был дописать Израиль, а вторая женщина Сара. Такое дело. Рассказывается недельная глава о человеке Итро, который перешел в иудаизм. И тут еще речь идет о части души нашей. В каждом есть маленький Итро. И казалось бы, кто может быть дальше от Бога, чем служитель всех идолов Итро. И он прошел путь, и вот сослужитель Итро стал тем, кем назван в крупнейший раздел Торы. Поэтому с точки зрения создателя часов, все шестеренки одинаковые. Потому что без них часы не работают. Так и с точки зрения Бога каждый из нас. Ценность наша велика, надо в нее только всмотреться. Брахава от слаха. Субтитры создавал DimaTorzok